Директор института РУДН Надежда Козлова назвала подарком ко дню города открытие этого центра. Не секрет, что курорту не хватает рабочих специальностей. Поддержать идею преподавателей вуза пришли сотрудники администрации, депутаты городского собрания Сочи, руководители различных предприятий и объединений города, в том числе новые работодатели, которые предлагают для реализации свои проекты. Каждый оставлял пожелания центру, который будет развивать рабочие специальности, станет практической площадкой для отделения среднепрофессионального звена по профилю своей деятельности. Мы вместе с ними будем воплощать в жизнь новые технологии. И это очень важно. И они сегодня слышат и понимают, что за новыми не только проектами, но самое главное подходами, которые предлагают студенты будущее. Поэтому мы – это WorldSkills, мы – это новые технологии. Мы – это комфорт и любовь к жизни. Вокруг нового центра сформировано семь зеленых зон. Получился мини-ландшафтный парк с реликтовыми растениями, а уже внутри центра будут организованы конкурсы профессионального мастерства. В день открытия студенты уже продемонстрировали свои способности, начиная от поварского искусства до дизайнерских причесок. Это для студентов. Это мы будем приглашать повышение квалификации, можем для сотрудников, которые уже работают на предприятиях нашего города. Здесь могут проходить конференции, мастер-классы. Мы сюда планируем приглашать профессионалов своего дела, для того, чтобы было повышение квалификации и приобретение новых навыков. Функции и возможности нового учебно-тренингового центра неисчерпаемы. Это территория, где будет кипеть студенческая жизнь, где будут проходить различные мероприятия, от молодежных театральных постановок до фестивалей и ярмарок. Кроме того, центра превратится в выставочное пространство для лучших художественных работ студентов отделений, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, дизайн и приглашенных художников и мастеров. Елена Овсец, Надимир Даниловский, телекомпания ФКТ.